Привет, друзья! Этот ролик про акварель Paul Rubens или Paul Rubens, как вам удобно. Я ее заказывала с Алика. Наверное, ее в другом месте не купить. И это заказ под американскую акварель Daniel Smith. Ну, соответственно, Paul Rubens дешевая, Daniel Smith как крыло самолета. Основная ее задача распадаться на цвета при высыхании, на пигменты. Данный эксперимент считаю не очень удачным, потому что я вмешалась в него, использовала пленку для усиления эффектов. Мне очень хотелось посмотреть, как будет. И получилось так, что пигмент распределился совсем неравномерно, на желтом фоне, какие-то синие складочки. Но мне, по крайней мере, не понравилось. Больше я так с этой краской делать не буду. Вот этот эксперимент я должна была сделать сразу же. Я просто залила лист водой с раствором акварели. С левой стороны погуще. С правой стороны использовала больше воды для того, чтобы просто посмотреть. Вот это видео, оно больше часа длилось, потому что я успела погулять с собакой в лесу. Ну, какой результат? Мне вот очень нравится. Там, где бумага немного промялась, пошла волной, там скопился синий пигмент. Он, видимо, потяжелее. В остальных местах такое распределение вот рыжего такого какого-то. Ну, вот классный. Если не вмешиваться дополнительно как-то, да, или вторым слоем не покрывать, то мне очень нравится красиво. Третий эксперимент такой тоже нечистый, скажем. Я использовала тушь для того, чтобы набрать объем вот в бутылке, в фоне и сверху покрыла. Тут еще бумага палаццо со структурой холста. Очень прикольно тоже акварельно не распалась. То есть она, опять же, в местах, где много было воды, она синий приобрела оттенок. В остальных местах более такой вот рыжий. Ну, вообще мне понравилось. Единственное, что бумага очень плохо себя повела. Она, по-моему, плотностью 160 миллиграмм или даже 200, по-моему, 160. Ну, в общем, пошла волной, было тяжело. Я думала, вообще ничего не получится, если будет такими бульками. И последний эксперимент. Я решила сделать смеси цветов, посмотреть, как будут они взаимодействовать с акварелью. И, опять же, взяла не простую бумагу, а палаццо, яичную скорлупу. И как мне понравилось, как она распалась акварельно. Это бумаги. Ну, так живописно, так как-то легко, так красиво. Просто загляденье. Мне очень понравилось. Хотя бумага сама мне не понравилась. Она точно так же легко пошла. Она той же плотностью, что и предыдущая, со структурой холста. Она пошла волной. Я думала, все пропадет. Но нет, как бы подсохла, она выровнялась, все нормально. Но работать я на такой, конечно, не стала бы. Ну, какие вот я сделала выводы. Во-первых, чтобы эта акварель была такая живописная и красивая, надо ее наносить в один слой. Во-вторых, ну, в смесях она такая себе. И в-третьих, управлять ее можно так, что, если нужно более синий, то добавляем больше воды. То есть, мне кажется, синий цвет, он такой выпадает в осадочек сильнее. А вот коричневый, он расходится по сторонам. Ну, вообще, мне очень понравилось. Я заказала себе, точнее, я не заказала, но уже выбрала следующие цвета. Очень хочется ее заливать в каких-то больших таких массивах, смотреть вот за ее непредсказуемостью. Мне очень понравилось, классная. Ну и все, я с вами прощаюсь. В заключении быстро по пигментам. В составе ультрамарин, пирол, это оранжевый, и окись хрома, это зеленый. Это такой сюрпризный пигмент, потому что, ну, если остальные еще видно, то зеленые не видно вообще. Я не пробовала смешать, потому что у меня пиролы и окись хрома нет. Ну, вот и все. Все новости на этом. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки мне, Атосу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok